Посмотрите, 19 смайликов, 19 людей лайкнули звонящие телефоны, которые мертвые люди уже не могут поднять. Вот как вы думаете, как можно было поставить смайлик? Не все люди знают, что они умерли. И пока человек не знает, что человек умер, он ему будет звонить. Это очень щемящая боль. Ты можешь, конечно, поднять и ответить на телефон, но ты же не тот человек, то есть они ищут того, кто уже умер. И тем не менее, вот эта реакция людей, россиян, вот 19 человек, ненормальна. Это все равно, чтобы прийти на похороны человека и засмеяться. Представляете, вот вы подходите к могиле чьей-то и смеетесь, так? Сейчас я покажу вам, покажу вам реакцию мальчиков. Их привели в отдел милиции или полиции. Посмотрите, как они себя ведут. Я поняла, что их мама родила, так? Я поняла, что у них есть семья, у них есть продукты. Они выросли. Наверняка у них есть учительница, которая учит их там, не знаю, в алгебре, геометрии. Они ходят по дорогам, они смотрят на солнце, они смотрят на младших детей, они знают, что бабушку нельзя бить по лицу. То есть они какие-то вещи через разговоры с социум переняли. Но они же растут ненужными этому миру. Вы понимаете, что дети — это ответственность. Это как заведенный автомобиль без тормозов. То есть он может ехать всегда хорошо и правильно, но либо он может давить. И он как бы не виноват в том, что давят. То есть вот эти дети, пока что они дети, они не виноваты, что они такие. Но ведь кто-то их завёл, кто-то их направил на эти действия. И кто-то их постоянно кормит, подпитывает. А потом ему будет 18, и всё, это уже будет не дети, это уже будет ходячее оружие. Вот что-нибудь им же можно дать в голову сейчас? Им на вид лет 10. Ведь им же что-то можно в голову вдать. Вы понимаете, что это же не дети Симоньян, правильно? И не дети Путина. Представляете, сколько языков в день дети Симоньян должны слышать и делать домашнюю работу перед тем, как они ложатся спать. И вот эти дети ни одного языка не учат. Они не ходят на лёгкую атлетику, они не ходят на плавание, на фигурное катание. Они не занимаются в шахматном клубе. Они предоставлены сами себе. Пацаны, давай, посмотри. Покажите нам, пацаны, покажите. Покажите. Покажите, на кухню сарабу. Покажите. Надо, едут. Екатерина Викторовна, здравствуйте. Там стоит стул, и он мальчик, они взял перочинный нож и вот так вот делают ножом. Вот кому нормальному, то есть ни одному ребёнку не придёт это в голову, пока он не увидит, что взрослые так делают. Кто-то должен был делать на его глазах, вот так, царапать в транспорте, на улице, он это где-то увидел. И дальше он это делает перед друзьями. Друзья его тоже, как вот визуально это всё зацепили, и дальше будут царапать. Поэтому вы пришли в Украину и всё там поцарапали. Это уже как бы хошь, не хошь, а это уже на генном уровне получается. Первое, что нужно сделать, их нужно разъединить, чтобы их не было много, их чтобы их даже двое не было. Их нужно взять по отдельности и расфасовать по разным странам. По разным, в одном можно Швейцарию посадить, другого в Германию, в Норвегию, в Данию, в хорошую семью, в школу. И всё, и через 4-5 лет это будет абсолютно нормальный человек, полезный. Наверняка кто-то из них станет, не знаю, инженером, кто-то спортсменом, кто-то учителем. Но ведь это же Россия не будет делать, то вот это всё, вот это мясо, фарш пойдёт убивать. Они же сами не знают, для чего они разделились. Они же не могут сделать в своей голове выбор. То есть у них нет варианта, где что хорошо. Вот им сейчас хорошо и всё. Две руки, две ноги, они не думают о завтра. А завтра придёт, постучится очередной Путин, очередная война и скажет, дорогой, я твоя родина, умри.